Мы верим в благословление. Аминь. Скажи благословление. Знаете, вот я постоянно благословлял, постоянно благословлял. И сегодня, в этом году со мной что-то произошло, что я очень начал верить в благословление, которое вроде я благословлял. Знаете, когда в вере растешь, вроде бы, когда ты молодой, вот все время благословляешь, ничего не происходит. Как-то вот говоришь, пусть Господь благословит, я Господь благословляю мою жизнь, и ничего не происходит. Но приходит серьезное время. Помните, когда Иисус Христос прошел мимо, проклял дерево, и дерево стало сухим, а потом Он, когда благословлял, человек был благословлен. И я думаю, Боже мой, вот когда приходим, вот такой возраст веры, когда благословляем, чтобы все благословлялся. Вот когда действия эти христианские, да, вот христианские действия, ты говоришь, ой, пусть Господь благословляет, подряд всех благословляешь, никто не благословляется. Ну, приходит время, когда вот тяжесть, вот такой вес приходит, духовный вес, начинаешь благословлять. Я вам скажу, хотите, чтобы ваше благословение работало? Такое ощущение, что я не в Ачинске где-то. Хотите это? Что с вами произошло? Ну, я понял, пастор, им нельзя вот здание привезти. Когда вот они на улице все... Хорошо, это шутка. Знаете, когда мы благословляем, вот вы хотите этого, если хотите, чтобы благословляли и благословили работу, будьте в церкви. Когда люди в церкви, сегодня еще пропасть, я буду продолжать то, что утром начал. Аминь. Ну, благословление работает, когда ты со Христом, когда вот чувство вот жениха и невесты у тебя, когда ты есть голос невесты, аллилуйя, голос жениха. Аминь. Знаете, что-то произошло у нас в этом году. Ну, прошлый год у нас в Армении очень много урожая было, абрикосов очень много было. Вообще урожая много. И люди начали жаловаться, роптать. Знаете, роптать это очень плохо. Скажи, Месси, со мной. Ропот? Ропот. Это неправильная молитва. Это неправильная молитва. Знаете, помните, когда в Писании израильский народ роптал, роптал, роптал. Вот почему. Лучше мне умерли бы так, лучше. А вдруг, и там написано, я услышал их ропот, и они помрут. Нам нельзя роптать, нам надо всегда благодарить Бога, всегда благословлять Бога. И вот когда люди роптали, вот столько урожая, государство куда смотрит, у нас пропадает урожай, нельзя сухофруктов делать или что такое. Люди просто роптали. Вот в этом году у нас что-то произошло, что такое, может быть, они сказали лет 50 или 100 лет назад такое было, и что когда деревья цветут, и это время мороз началось, и мороз начался, и отморозился то, что у нас должна была быть в этом году, урожай отморозился. И ведь знаете что? Я подумал, а что же со мной будет, с моими деревьями? Потому что в прошлом году я пришел, посмотрел на них, я увидел эти абрикосы, у меня есть сад, в саду есть деревья, я пришел, увидел эти все абрикосы, яблоки, все это самое. Я говорю, слушайте, я вас благословляю. Вот, понимаете, человек стоит с деревьем, разговаривает. Я говорю, вроде бы это странно, да, вот с деревьем мы уже начали говорить, будьте благословлены, я вас благословляю. И у нас была одна яблоня, и моя жена говорит, слушай, давай срезим эту яблоню. Я говорю, почему? Потому что, говорит, плодов не дает. На самом деле, мне как посадили, она очень красивая дерево, но плодов нет. Я говорю, Люся, это вроде бы плодов не дает, но это так красиво. Пусть декоративно будет. Говорит, зачем это нужно? Давай посадим другое. И я подошел к нему, к этому дереву, и говорю, знаешь что, я так тебя люблю, я не хочу тебя срезать. Будь плодовитым. Я тебя благословляю. Это был в прошлом году. Это был в прошлом году. В этом году отморозил, все отморозил. И вы знаете, что произошло? Вдруг это яблоня дал плод. Так много плодов на это яблони. И потом смотрю на мой сад, у меня столько много фруктов. Это же странно, когда у соседей вообще нету ничего, а у меня от фруктов дерево ломается. Аллилуйя! Моя жена говорит, вот слушайте, как работает благословление. Я говорю, знаешь, это для меня, чтобы я поверил, что мое благословление работает. Слава Богу, кто хочет, чтобы я его благословил? Не, потом. Сегодня в конце собрания я буду молиться и просто благословлять, чтобы церковь живого Бога действовала. Аминь. Церковь живого Бога, чтобы никогда не останавливалась. Это есть церковь живого Бога. Я так рад, что нахожусь в церкви. Я ничего не делаю за церковью. Я родился, я пришел к Богу в церкви, я хожу в церкви, церковь, я был в церкви и до конца моей жизни я буду в церкви. Аминь. Аллилуйя. Потому что церковь есть, это тело Иисуса Христа. Церковь это невеста Иисуса Христа. Церковь это есть то место, куда приходит Иисус Христос. И вы знаете, вот такое есть слово, еклесия называется, ну оригинальное слово церкви, это называется еклесия, это греческое слово. Когда-то Иисус Христос, знаете, что сказал? Я построю свою церковь и врата ада не преодолеют его. Это написано Матфея 16, 18. Вот так написано. Смотрите, Матфея 16, 18. Я говорю тебе, ты и Петр, и на сей камне я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее. Писание говорит, врата ада, никакие сложности, никакие трудности. Дорогие пасторы, которые здесь вы находитесь, я вам хочу дать слово от Бога. Расширяй свое видение, расширяй свои шатры, потому что никто тебя не остановит, и дьявол тебя не остановит, никто. Если Иисус Христос там, никто тебя не остановит. У тебя все будет хорошо, и здание будет, и все будет у тебя. Знаешь, как-то однажды я молился, у нас было строительство, все эти вещи были. Я говорю, Господь, а как это будет? Финансов нету, того нету. Знаете, когда мы превращаемся из льва, вот кошку превращаются, вот часто есть финансовые вопросы такие, что ты можешь превратиться в какой-то кошек. Господь, ну где деньги взять? А как это будет? Как это будет? И как пробуждение? Вот как, чтобы людей больше пришел? А как это будет? И вдруг Дух Святой, знаете, что он мне сказал? А ты заботишься о своем невесте, а я буду заботиться о своем невесте. Аллилуйя. И я думал, Боже мой, у меня же есть жена, давай я буду заботиться о ней, а Господь будет заботиться о своем церкви. Аллилуйя. Никогда не думайте, отдайте Божьи руки, никогда не мучайся. Писание говорит, моя бремя легкая. Аллилуйя. Ты говоришь, ой, вот люди пожаловались, люди позвонили, да пускай звонят, не обращай, возьми свою невесту и куда ты иди, отдыхай, проходи, потому что Господь заботится за свою невесту. Аллилуйя. Не в церковь, это невеста Иисуса Христа. Это есть сила Божья здесь на земле. Никогда не думайте, потому что Божья сила здесь. Только то, что я утром говорил, сказал, я повторюсь. Помните, я рассказал, как Джордж Вудом, Джордж Вуд мне рассказывал, это президент Ассамблея ВГАД, просто он историю, он рассказал, что в Израиле на его именем открыли университет. И это был университет его именем. И говорит, когда мы приехали в Израиль вечером с группой пошли смотреть, и его туда не пустили. И он говорит, знаете, я Джордж Вуд, говорит, ну мы знаем, кто ты такой, но нельзя, система не разрешает, потому что нельзя никого заходить туда. И потом он увидел свою фотографию, говорит, смотрите, моя картина там висит, это такая большая трехметровая картина, это я. Говорит, мы знаем, кто ты, но тебе нельзя сюда, потому что система не разрешает, что вечером никто не должен заходить. Иисус говорит, я стою, стучу дверь, сегодня так много церквей, свои системы, закрыли дверь. Иисус все равно стучит. Мы часто думаем, Иисус стучит в сердце, наши сердца, но Иисус, Писание говорит, книга Откровения, что Иисус стучит дверь церкви, чтобы войти в церковь. Я, знаете, что я рад сегодня, я вам скажу, люди, это вас не касается, здесь Иисус Христос, аллилуйя. У вас широко открыто двери для Иисуса Христа, аллилуйя. И не дай Бог, чтобы система, или чтобы, как что-то остановил вот эта хазьба Иисуса Христа, наши двери широко открыты для Иисуса Христа. Пусть Он с нами делает все, потому что это Его церковь, Его народ, это Его невеста, и врата ада не одолеют церковь живого Бога. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Я так рад, что нахожусь в церкви, и что-то мы можем делать в церкви, что врата ада не сможет преодолеть. Знаете, что я как чувство себя защищенный? Вот ад напотает на всех, а когда ты в церкви, помните, Писание говорит, крепкая башня, имя Господа, и туда бежит кто? Праведник, куда бежит? Где есть имя Божие? Куда бежит праведник? Церковь Божия. И там находит что? Аллилуйя. Мы не пришли сюда нервничать, мы пришли здесь спокойно. Вот спокойно сидите, вот как сидите, так и сидите. Хорошо, здесь Божье присутствует. Мы спокойно ходим, понимаете? В молитву мы не приходим, вот это не работает, это не работает. Конечно, может, аппаратура не будет работать, то не будет, вот то не работает. Да успокойся, подними свои руки. И все классно. Знаете, я понял, когда все классно, когда вот так стоишь, все не работает, а сердце работает, понимаете? В церкви ничего, а ты вот так поднимаешь руки, Господь, Аллилуйя. И думаешь, имя Бога, Господа, крепкое, важно, туда приходит и находит покой. Аллилуйя. Так классно. Это есть про, это есть церковь, это есть невеста Иисуса Христа. И вы знаете, что интересно, сегодня что-то происходит с нами. Знаете, когда церковь прославлен, все хотят быть с церковью. Но когда церковь в гонениях, почему-то это время некоторые люди оставляют церковь. Когда кто-то сплетничает или что-то, я хочу из Исайя 53 главы одно место прочитать вам. Исайя 53, 53 глава, 3 стих, но с половины я прочитаю. Он был презираем, и мы ничто не ставили его. Он был презираем, и мы ничто не ставили. Знаете, когда мы ничто не ставили, когда он был презираем. Порой, вот однажды парень пришел и говорит, пастор Артур, я так рад знать вас, быть рядом с вами. Я был в университете, однако сестра читала книгу, вашу книгу читала семья, и я подошел к ней и говорю, я знаю этого человека. Она говорит, ой, как классно познакомишься, это было так гордо, что я вас знаю. Я говорю, хорошо, это тебе понравилось? Говорит, да. Говорю, а когда будут меня гнать, вот подойдешь к человеку и сказать, это ужасный сектант, это такое-такое. Ты будешь так же гордиться, что ты знаешь меня? Знаете, когда презираемый, я не думаю, что у Петра была проблема, когда Иисус Христос заходил, вход в Иерусалим был, знаете, но представьте себе, Иисус на осле, Петр рядом, осла, Иисус сидит прямо на осле, и вот они заходят в Иерусалим, и люди одежду снимают и кидают прямо на дорогу, берут и кричат это Афсана, Афсана, кричат Афсана. Как ты думаешь, Петр тогда отрекся бы? И люди говорят, во, Петр, так круто, ты рядом идешь, и он так рядом вот так с Иисусом ходит. конечно, но там осел хоть знал, что эта слава ему не принадлежит. Он не говорил, что я особенный осел, вот вроде бы дед заходил в Иерусалим, никто не кричал, никто не радовался, отец заходил в Иерусалим, мама заходил, никто не радовался, ну как я захожу, смотрите, люди как кричат, но осел понимал, что эта слава не его, а кто сидит на нем. Вся слава принадлежит. Амин. И тогда Петр вот так ходил, гордо вот так, когда хлеби раздавали, Петр там что-то, климат менял, Петр менял климат, и когда говорит Иисус, иди поймай рыбу и вытащи оттуда деньги, конечно, поймал, и вот так круто деньги достал, привез к Иисусу Христу. И знаете, это было все классно, неужели Петр отрекся бы тогда, когда все это было хорошо, когда Петр отрекся. Вот смотрите, когда призрак, презираем он был, тогда, говорит, мы его ничто не ставили. Церковь иногда бывает прославлен, иногда бывает презираем, если это церковь живого Бога. Это всегда происходит. И когда вот прошел время, и Петр, Симон Петр, ходил очень гордо, а вот пришел время, он был презираем, и вот люди подходят к Петру, говорят, а ты тоже был с ним? Ты знаешь его? Да, вы что, я его не знаю вообще. Потом другой подходит и говорит, вроде бы ты с ним был, говорит, вы что, вам кажется, меня с ним не было, но почему он боялся? И потом третий раз приходит и спрашивает, ты же тоже был с ним? Говорит, я его не знаю. И тогда он разоблачение получил после этого. И когда с Иисусом еще раз он встретился, знаете, что был? Иисус три раза задал вопрос, Петр, любишь ли ты меня? И он говорит, да, люблю Господь. Петр, любишь ли ты меня? Помните Евангелие Иоанна, последняя глава, когда они вернулись старой жизни, вот пошли поймать рыбу, неужели опять старая жизнь? Вроде бы нам принимали в Иерусалиме, овсан, овсан, а теперь опять на рыбалку, рыбу ловить, это такой должность, такой снизки, ловить рыбу, и ничего не поймали. Вроде бы для Петра это был знакомый случай, ничего не поймать. Пошли они ловить рыбу и ничего не поймали. Иисус говорит, ребята, есть что-то кушать, всю ночь работали. Ну интересно, вот Евангелие начинается из-за того, что всю ночь работали, ничего не поймали. И заканчивается там, всю ночь работали, ничего не поймали. И опять же, голос Иисуса Христа, ребята, есть у вас что-то кушать, говорят, да нету, ничего не поймали, говорят, направо. Все эти давайте направо. И знаете, что это был знакомый голос, и когда направо, и они поймали много рыб, и Петр говорит, это Господь. Интересно, что написано, Петр оделся и себе бросил в воду. И часто сейчас люди спорят, почему Петр оделся, себя бросил, бросился в воду. Вообще-то люди раздеваются, чтобы бросаться в воду, а Петр оделся. Был бы ты, если, понимаешь, второй шанс тебе дано, то, что ты потерял, был бы одет, наверное, разделся был. Он раздет был, оделся. Он растерялся, и пришел опять, встретился с Иисусом. Иисус говорит, Петр, ты любишь меня, говорит, люблю Господь. Петр, ты любишь меня, люблю Господь. Еще третий раз, Петр, ты любишь меня. Ну почему три раза? Три раза отрекся, три раза не надо спросить. Амин. Когда мы три раза что-то делаем, три раза и Господь спрашивает, любишь ли ты меня. Понимаете, сегодня мы находимся в церкви. Это церковь живого Бога. Сегодня он прославлен, сегодня конференция, то, другое. Завтра, может, про этого церковь, знаете, что напишут? Это собрание сектантов, будьте осторожны, туда не ходите. Тогда как мы будем реагировать? Что мы будем делать? Знаете, мы прошли очень трудные годы. Мы здание построили, ну да, мы зашли в это здание, но что это нам стоило? Вы не представляете. Что это нам стоило? Про нас в фильме снимали, сидели по телевизору, про нас дебаты делали, какие-то дебаты говорили. Как мы говорим? Что мы делаем? Ну мы красиво молчали. Я ребятам в нашем церкви, честковным людям говорил, давайте, люди, пришел время, чтобы красиво молчать, мудро говорить. Мы не будем говорить, мы не будем отпускаться до их уровня. Книги там, в газетах писали, фильмы снимали про нас, ужасные фильмы снимали и говорили, что их надо закрыть, их надо то делать. И вдруг я вижу, как-то в церкви люди, есть люди в церкви, но потом видишь, их нету, на улице встречаешь, говоришь, а почему ты в церковь не хочешь? Ну у меня времени нету, скоро приду, знаете, как-то их не престиж падает, их не престиж падает. Помните, утром я говорил, иди за призванием, не иди за престижем. Их не престиж падает. Но про нас вот так говорят, про нас такие вещи говорят, знаете что, а мне все равно, что про вас будут говорить. Если я сказал, это церковь живого Бога, что только не говорит этот мир, не важно, кто скажет, это церковь живого Бога, я буду стоять и сказать, я люблю эту церковь, аллилуйя, я принадлежу этой церкви. И самое обидное, это может быть у вас, это будет происходить, знаете, самое обидное, когда вот милосердие, ну не милосердие, а вот программы, вот такое творческие программы, все Божьи программы становятся социальными программами. Папа, пожалуйста, возьмите откровение, ужасно, когда Божьи программы становятся социальными программами. Ты скажешь, а что ты имеешь в виду? Вот когда люди приходят, говорят, пастор, давай вот в парке сделаем какой-то концерт, программу, скажем, против наркотиков, против чего, против того, против того. Говорю, хорошо, и что дальше? Говорят, ну знаете, что, ну давайте не назовем имя церкви, потому что имя церкви не так, вот чтобы было что-то светское, получается, от церкви только деньги нужны, получается то же самое, что люди не любят пчелу, а любят мед. Я говорю, а почему не церковь? Ну я говорю, когда вот при Шемиле, там нам просто было гонение, было очень трудно, сложно, и я уже думаю, давайте уже так будем делать, потому что на самом деле про нас такие вещи говорят, ну работайте уже, а потом вдруг мне глаза открылись, и говорю, а почему вы стесняетесь? Это есть Божий церковь, это есть невеста Иисуса Христа, как мы смотрим? Дорогие, возлюбленные, если у тебя есть такие мысли, что-то делать за пределом церкви, пожалуйста, делай без церкви, никогда не говори, дайте мне что-то делать, если ты в церковный человек, если делаешь что-то, большими буквами напиши, что это делает церковь живого Бога, аллилуйя, это делает такой церковь, это церковь, креугольный камень, поднимает, и не стесняйся, что люди придут, и тебе что-то скажут, блаженны те, кто гоним за имя Иисуса Христа, аллилуйя. Я не знаю, с вами встречались такие люди, когда приходят и говорят, ой, мы хотим такое, мы хотим такое, вот такой проект, такой программу, такой проект делать, я говорю, ну и какой проект ты хочешь сделать? Ну такой, я говорю, хорошо, а что из этого Богу? Ну, знаете что, через моральные жизни, без Бога нету моральной жизни, сразу скажу, ну мы хотим привезти Евангелие, Евангелие привезешь, а человека куда привезешь? Знаете, если человеку некуда привезти, лучше и это привезти им. Если, ну, церковь не хочу, я имя церкви давать, а что ты стесняешься, стесняешься от этих братьев, сестер, я смотрю на ваши лица, вы такие прекрасные, я смотрю на них, такие прекрасные, а что стыдиться привезти к вам людей? Это есть невеста Иисуса Христа, и нам не стыдно. Знаете, апостол Павел что говорит, вот я люблю апостола Павла, аллилуйя. Вот я сейчас прочитаю, что говорит апостол Павел. Колоссянам 1 глава 24 стих. Не не радуюсь в страданиях моих за вас, и воспальняю недостаток плоти моей, скорбе Христовой, за тело его, которое есть в церковь. Павел говорит, я горд, я радуюсь, потому что я был гоним за церковь, то, что есть его тело, за тело. Знаете, Павел мне говорит, ой, давайте какую-то программу мы сделаем, какую-то что-то делаем, чтобы не назвать имя церкви. Да нет, это был церковный человек, он поднимал имя церкви, говорит, дорогие, Колоссянам он пишет, я радуюсь, что я был гоним за имя церкви, что есть тело Иисуса Христа. Я сегодня, дорогая церковь, знаете, что я рад. Однажды меня спросили, я не буду преувеличивать, меня спросили, слушай, когда мне исполнилось 45 лет, это было 3 года назад, мне сказали, слушай, так как ты больше выглядишь, а почему так много сытых волос у тебя? Знаете, я, это не шутку сказал, мое поколение, вот когда будет 60, я напишу книгу, про всех этих ребят, и напишу, мое поколение, и я напишу, что сделал мое поколение, аллилуйя, вот поколение моих ребят, это будет виза в молодежи, а что вы будете делать после нас? Вы знаете, я сказал, я вам скажу, за каждым сытым волосом стоит гонение, вы знаете, я переживал и аресты, меня избивали, за веру Иисусу Христа, вы думаете, вот так аккуратно сейчас одеты стою, да нет, был время, когда просто избивали, был время, когда ночью, как криминала, арестовали, я не знаю, с вами, это было или нет, когда у прокурора, ты сидишь и оправдываешься, почему ты проповедоваешь Евангелие, и получаешь бумагу, чтобы ты Евангелие не проповедовал больше никогда, знайте, никто тебя не будет гнать или ненавидеть, если ты скажешь, ты веришь в Иисусу Христа, знаете, когда будет ненавидеть, когда ты скажешь, что ты хочешь в церковь, если ты скажешь, что я верю в Иисусу Христа, это нормально, попробуй, скажи, а я член этой церкви, вот тогда и ты трудности получишь, знаете, мне скоро тоже исполнится 50 лет, но я так рад, что никогда не отрекся ни от Бога, ни от церкви, ни от моих друзей. Я люблю церковь, я люблю сюда приходить, я люблю просто пообщаться, я люблю братьев, я люблю сестер, вы знаете, сегодня, когда Саша говорил, мне так это близко, что у нас не будет с желтой прессой, я понимаю, о чем он говорит, как много сегодня в интернет заходишь, как все почему-то, кто понимает, не понимает, начали критиковать церковь, вот в интернете смотришь, какие-то молодые люди, в церкви должен быть так, такое ощущение, что специалисты по церкви, они, как один человек, вот парень, 22 года, церковь должен быть так, церкви, я говорю, служат за 22 года, ты такой специалистом стал, ты все понимаешь, что должен быть вот так, да, вот это должен быть так, я говорю, откуда ты знаешь, я все знаю, в интернете пишут, люди читают, знаете, это то же самое, что заходишь в хирургический отдел, и говоришь, и хирурги там микрооперацию делают, вот чтобы не касаться что-то другого, не касаться, чтобы не убить этого человека, и ты приходишь, да вот что вы так восите целый час, режешься туда, и начинаешь кричать, да это же неправильно будет, люди, и каждый человек гонит церковь, церковь должен быть так, церковь должен быть так, знаете, церковь как должен быть, все, ты приходишь в церковь, смиренно сидишь, и прославляешь Господа, одна женщина как-то пришла ко мне, и говорит, да в церкви нет любви, я говорю, да, а где вы видели, что церкви нету любви? Говорит, ну я не чувствую. Вот показатель, она не чувствует, и все. Я говорю, скажите, пожалуйста, вот сейчас сюда зашли, вас кто-то обидел, говорит, нет, вот прославление сейчас пело, кто-то косыми глазами вас смотрел, говорит, нет, вот я проповедовал, что-то противо, я вас сказал, нет, вот вы сейчас спрашиваете, местооказатели вас обидели, нет, вы в ячейку ходите, говорит, я хожу, Говорю, в ячейке кто-то вас обижает? Нет. Лидер вас бьет? Нет. Я говорю, а где же вы видели, что нет любви? Говорят, ну я чувствую. Понимаете, человек должен любовь получить от общества, от семьи, от мужа должен получить, должен получить из рабочего места и должен получить любви, любовь в церкви. И когда это все не получает там, хочет это все здесь получать. И приходит, говорит, а нет любви? Я говорю, дорогая, я не могу вас любить вместо мужа. Я не могу вас любить вместо начальника. Я не могу за эти троллейбусы всех заставить вас любить. Церковь что может дать? Церковь может дать прославление, церковь может дать поклонение, церковь может дать слово Божие. Все. А я больше получал. Вот это уже аксессуары. Это уже благодать. Слава Господу! Аллилуйя! Что же мы ожидаем? Я прихожу в церковь прославлять Бога, и когда церковь гоним, знаете что, я никогда не убегу из этой церкви. Я буду там, я буду рядом. Аллилуйя! Как один пастор мне написал, пастор Артур, можете к нам приехать, но у нас сейчас так трудное время, у нас так много притеснений, гонений. Я говорю, как раз и я приеду туда. Когда есть трудности. Почему-то люди уходят. Почему-то люди стесняются сказать, что я член церкви, что я верующий. Знаешь, будь смел и мужествен. Когда тебя спрашивают, Писание говорит, твой я пусть будет, твой да пусть будет да, твой нет пусть будет нет. Скажи, да, я христианин, я член этой церкви, я хожу в церковь, я прославляю Бога. А что про меня скажут? Скажут, что ты христианин, ходишь в эту церковь, больше ничего не скажут. Иисус благословляет. Иисус делает чудеса. Знаете, у меня недавно был Йонгичо. И он рассказывал, так много чудес Господь делал его жизни, все. И я сделал такую ошибку, с ним приехали миллионеры. Я всегда думал, почему миллионеры к ним ходят вообще. Вот с Йонгичо постоянно где-то 10 миллионеров, у одного 35 тысяч работников, другого 3 тысячи работников. И я так сижу, еще один друг мне сказал, слушай, а можешь вот днем Йонгичо не проповедовать, как ты скажи, чтобы эти бизнесмены, эти семинары вели у нас. Я Йонгичо попросил, а можно ваши бизнесмены, эти миллионеры, как-то поделиться, как они стали миллионерами. Он говорит, да, могут. И когда Йонгичо слышишь, знаете, вот я сидел, долго его слышал, вот у него такой акцент, only this, this, это Иисус. Все. Я говорю, как вы дошли, такой большой, большая у вас церковь, большая движение. Это только Иисус. Я кто? Говорит, ты знаешь, кто я такой? Я говорю, кто? Говорит, я человек, который стал в исцелом здании, хотел жизнь самоубийством закончить, сказал, выбросить себя, и потом увидел, что Бог показывает, целые эти пчелы на меня летят, и никто не касается. Говорит, тебе ничего не прикоснется. У меня были финансовые нужды, я слабый человек, я чисто не говорю, даже пока очень красивым языком не говорю по-корейски, я просто говорю то, что Господь сделал. Не знаю, это все Иисус делает. Ну все, Иисус, Иисус, я говорю, бизнесмены сейчас придут, будут рассказывать такие вещи, наши взяли бумаги, ручки, все пришли учиться от бизнесменов, о чем будут бизнесмены говорить, и вот эти бизнесмены стали, говорят, only this. Семинар длился 45 минут. Все бизнесмены за это время смогли проповедовать и учить. Каждый выходил, один вышел, да кто я такой, у меня было 200 тысяч долга, не знаю, пришел в церковь, молился, Бог благословил, да это не мое, Бог благословил. Только Господь, только Иисус Христос, только Иисус Христос, только Иисус Христос, и так ушли. Но знаете, что в наших остался такой след, только Иисус, только Иисус, аллилуйя, только Иисус. Так, говорят, у нас ничего не было, да у нас ничего не было, но Господь может все дать. Если ты находишься внутри церкви, если ты молишься Богу, Господь открывает небеса, и так много тебе может дать. Знаете, Павел, когда был он с Саввом, еще гнал церковь, и когда Иисус встретил, говорит, Саввом сказал, почему ты гонишь меня? Кто-то видел, что Павел тогда гнал Иисуса Христа? Да нет, он гнал церковь. Иисус говорит, почему ты гонишь меня? Когда мы строили еще наше офисное здание, у нас не было крыши, и знаете, у нас все просто дошел, капал, у нас библиотекская школа внизу была, и мы сидим с зонтиками, все капает, и я молился, тогда я помню, какая молитва у меня была, очень сильная молитва, ночью я молюсь, читаю, молюсь, читаю, молюсь, и вдруг у меня открылся вот это местописание, когда я проповедовал давно, женщина подходит к Иисусу Христу и говорит, если ей дочь, Иисус говорит, нехорошо взять пищу у детей, да с такому собаку, как ты. Это же негуманно, ну, духовно. А эта женщина потом говорит, ну, в принципе, это не так написано, это с моим переводом, как это Олег Тихонов, когда он сказал, как новый перевод, расширенный перевод в Библии, шарики катаем. Это типа такого, ну, так не написано, ну, в принципе, так и получается, Иисус говорит, и она говорит, да, если ты мне назвал собакой, так дай мне собачью долю, знаете, она не сказала, ой, меня обидели в церкви, вот пришел, дочка болеет, врачи не могут помогать, пришел к Иисусу Христу, и он говорит, собака. Ну, представьте свое состояние, знаете, в Библии нет гуманизма, в Библии есть вера, аллилуйя. Приходишь в церковь, и тогда пастор приходит, говорит, конечно, помолись мне, говорит, нехорошо просто за такую собаку молиться, как ты. И ты идешь и говоришь, да, пожалуйста, но собаки тоже кушу захотят. Дай мне собачью долю, и когда я вот это откровение получил, я кричал, Господь, дай мне мою долю, дай мне мою долю, вот это всего лишь одна крыша, 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 Господь, я знаю, у нас есть крыша. И вдруг такой мир пришел, такое ощущение, что у нас есть крыша. У меня такая вера была, что я сейчас сяду, машину поеду, в здание будет крыша. Я уснул, утром пришел в церковь, и смотрю, крыши нет. В то время это были большие деньги, очень большие деньги, чтобы крышу построить, нам нужно было 4800 долларов, я помню. Сейчас это намного дороже стоит, закрыть крышу, чтобы не капал. И вот женщина приходит к нам, и помощник говорит, одна женщина хочет встретиться с вами, говорю, ну пусть заходит. И она приходит, говорит, вы знаете что, пастор, я ночью не могла спать. Я говорю, ну я тоже в принципе не мог спать. И она говорит, я ужасный сон увидел. Я говорю, какой сон? Говорит, я увидел Иисуса Христа. Говорит, это не ужасный сон, говорит, нет, подождите, я увидел Иисуса Христа. Просто дождь идет и на него капает. Так лед. И Иисус говорит, почему ты крышу не построишь? Ты не видишь, я мокну. И она проснулась, говорит, я в шоке, так просыпаюсь. Господь, что я могу для тебя делать? И она говорит, я не знаю, пастор, это хватит. Я увидел, что у меня что-то есть. Я привез пять тысяч долларов, чтобы вы крышу закрыли. Это хватит? Я говорю, вообще-то нам нужно четыре восемьсот. Говорит, ничего, пусть останется. Я оставляю. И наша крыша была закрыта. слава Господа. Аллилуйя. Бог заботится за свою церковь. Аллилуйя. Это убежище. Это есть невеста. И вы знаете, книга Откровения, что-то написано, книга Откровения. Давайте откроем книгу Откровения. Уже я потерял, где это? Книга Откровения, 18 глава, 23 стих. И свет светильника уже не появится в тебе, и голос жениха небесный не будет уже слышно в тебе. Ибо купцы твои были в веломожне земли, и большинство твои выведены из заблуждений все народы. Писание говорит об этом мире, что это колдосво, это все есть источник у тебя. Это говорит о этом мире. И знаете, в этом мире, что и пророчество говорит, придет время, что голос жениха и невесты больше слышно не будет в тебе. Сегодня то время. Я знаю, что церковь когда-то будет взята, и голос, будут люди мечтать слышать голос жениха и невесты. Библия это и есть голос жениха, церковь это и есть голос невесты. Придет время, не будет слышна голос невесты и жениха. Сегодня, если, дорогой, ты хочешь работать за церковью, это не и есть голос невесты. Знаете, это голос невесты, когда ты поднимаешь церковь. И сегодня голос невесты слышен. Аллилуйя! Невеста борется против абортов. Невеста борется против аморальных вещей. Невеста борется против всего. Это и есть голос невесты. Аллелуя. Церковь Божия, это и есть голос невесты. Сегодня так много грехов. А у нас есть свой голос. Христиане были так разочарованы. Знаете, от чего? Надо было им чем-то разочароваться. Знаете, от Евровидения. Это неправильное разочарование. Ты скажешь, ты смотрел Евровидение? Да я не смотрю его. Потому что я взял утром и написал, Евровидение это не наше видение. Оно победило. Слава Богу за богатый русский язык, что у вас есть оно. И потом я читал, как люди говорят, ведь у него же голос хороший. Голос у него хороший. Знаете, я что думаю? Скоро, когда, если где-то на Евровидении придет кто-то и копытом и станет прямо на платформу, рогами копытом и уродливый бес станет и будет петь, люди, знаете, что скажут? Зато голос хороший. Знаете, чей голос хороший? Голос невесты. Вот они прославляют голос невесты хороший. Один человек сказал, пастор, а что это было? Вы знаете, вот я знал, кто будет участвовать. Месяц назад я сказал, вот этот чудовый же победит. Они сказали, да у него шансов нету. Я говорю, вы еще не знаете антихриста. Это его голос. Это не голос невесты. Ты скажешь, и этот человек говорит, а что это было? Знаете, я вам что скажу? Любой вещь имеет определение. Любой человек тоже имеет. Вы знаете, я нашел определение человека. Даже атеисты, когда говорят, человека не создал Бог, они уже ошибаются, потому что слово человек написано в Библии. Если они говорят, что человек не создал Бог, пожалуйста, пускай не используют этот термин, человек, пускай другой придумают. И вы знаете, что написано? И Бог сотворил человека, мужчину и женщину, и точка. Нету третьего рода. Третий род, это уже не человек. Есть потенциал покаяться. Ты скажешь, ой, ну ты против вот этих, сейчас знаете, как страшно против гомосексуализма? Да, это голос невесты, аллелуя. Скажут, а посадят, а что, мы уже боимся от тюрьмы, что ли? Да мы не боимся от тюрьмы, пускай сажают. И скажут, за что ты сидишь? Я скажу, я сижу, потому что я говорю, третий пол, это не человек. Сегодня голос невесты, это не такой, что, ой, не компромиссный голос. Мы говорим, греху нет. Мы говорим, блуд от, не от Бога. Алкоголь не от Бога, наркотики не от Бога, гомосексуалист не от Бога. Это все не от Бога. Это есть грех. И есть святость для Бога. Врата ада не сможет преодолеть церковь. Если церковь верит в святость, живет в святость, свято наполнен дарами служения, наполнен дарами Духа Святой, просто Иисус будет прогуливаться так, как в печи, когда Ситрак Мисак Абдинага там были в печи. Знаете, это было гонение, но они решили быть в печи в гонениях. Иисус вместе с ними прогуливался. Аллилуйя. Я хочу быть в таком месте, где Иисус прогуливается сегодня. Слава Господу. Это его церковь. Я написал, я взял из интернета это, я сам не написал. Златоуст сказал это. Ян Златоуст сказал такие слова. Интересный человек Златоуст. Знаете почему? Он отец церкви для католиков, он отец церкви для православных, он отец церкви для наших апостолской церкви в Армении, он отец церкви для греков, он отец церкви для протестантов. Человек прорвался везде. И он сказал такие слова. Церковь есть духовная лечебница. Смотрите, церковь есть духовная лечебница. И приходящий в нее должен получить средства для исцеления, прилагать их к своим ранам и с этим уходить домой. Классно сказано, да? Это духовная лечебница. Когда приходишь, получаешь лекарство, вкладываешь на рану и уходишь. Дорогая церковь, пожалуйста, скажите, пожалуйста, кто был, что раненым проходил и в церкви получил лекарство? Смотрите, как красиво эта духовная лечебница. Мы из церкви попадаем в небеса. Вечность. Может, кто-то поиграет. Знаете, интересная история. Я не буду читать, я, вы знаете, это притча. Я расскажу, когда в Лука 10 глава написано это. Когда пришел туда законник, Иисусу Христу задал вопрос. Как вечно жить? Представляете, законник знал все, но не знал, как вечно жить. А Иисус говорит, а что в твоем законе написано? Ну, возлюби Бога твоего, возлюби друга своего и будешь жить. Говорит, ну, делай так и будешь жить. Ну, вы заметили, что законника не имеет друзей. И у него был вопрос, а кто мой друг? Представляете, все знает, но друзей не имеет. Знаете, я так рад, что у меня много друзей. Но на ответ, на вопрос, кто мой друг, Иисус отвечает, человек шел из Иерусалима, из Иерусалима Ерихон. Вы знаете, что Ерихон был проклятое место? Почему-то Иисус выбрал этот маршрут из Иерусалима Ерихон. Вы знаете, что разбойники не живут ни в Иерусалиме, ни в Ерихоне. Знаете, где живут? На дороге. Если ты ограблен, помазанью от тебя ушел, семюра потерял, все потерял. Знаете, это когда? Когда из Иерусалима шел Ерихон. Когда мирском путем. Знаете, когда здесь вы находитесь, это классно, прославляем Бога. Но когда ночью приходишь домой, чем ты занимаешься? Может, ты идешь в Ерихон? Там и дьявол тебя грабит. И говорит, разбойники ограбили, избили и выбросили обочину. Кто помнит, когда-то он был в обочине? Пожалуйста, я помню свою обочину. Когда разбитый, не хотел жить. Сегодня жена пастора Олега рассказывала, как он хотел вешаться, убить себя. И веревка оборвалась. Слава Богу за ангелов, что просто отрезали эти веревки. Но разве это не обочина? И мы все, каждый в своем обочине избитым. И проходит священник. Интересно, что тоже идет из Иерусалима Ерихон. Священник. И когда человек идет грешить, никогда у него милости нету помогать кого-то. Прошел мимо. Потом проходит левит. Тоже прошел мимо. Мимо прошел. А самарян это был единственный, который шел, не шел. Просто мимо проходил. Не шел. Из Иерусалима Ерихон. Увидел этого человека. Жалотен. Взял вино, амил раны. Масло взял и помазал. Взял его, посадил на свое животное и привез в какое-то убежище, место и заплатил за него, за его лечение. И сказал, вернусь, доплачу, пожалуйста. Хорошо ухаживайте за этим человеком. На вопрос. Представляете, кто мой друг? На вопрос. Иисус, кого предлагает, скажите, пожалуйста, вино это, как кровь. Кто омыл нам кровью своей? Кто помазал нам елеем? Кто нас привез в церковь? А кто заплатил за нас? А кто сказал, скоро вернусь? А кто был этот самарянин? Когда вопрос спрашивает, кто мой друг? Иисус предлагает себе, я хочу быть твоим другом. Раз ты мой друг, привези меня куда-то. Иисус дальше церкви тебе никуда не привезет. Он привез в свою церковь. И знаете, дорогая церковь, что он сказал? Если кто-то приходит новообращенный, не отвращившись от него, говорит, я приду, доплачу. Знаете, почему он сюда придет, дорогие пасторы, лидеры? Чтобы платить за все то, что сделали для него. Это его сила. Это притча. И когда мы слышим, Иисус наш пастор, он наш друг. И он просто хочет поднимать нас. Слава Господу! Иисус живет в церкви. Когда в церкви ты молишься, чудеса начинают происходить. Церковь – это правильное место. Сегодня я днем рассказывал. Я еще расскажу, потому что многие не были. Знаете, у нас один пастор, из нашей церкви очень сильно болел. Но он молодой относительно. И врач систему хотел ставить, и он отключился и умер. Ну, а потом вернулся. Я сразу поспешил к нему, и он сидел, плакал. Он не мог сказать, ой, халлилуйя, я был в небесах. Я понял, человек был на небе. Он говорит, ты знаешь, я был и рыдает, и рыдает. Я говорю, ну как на небесах? Говорит, я был, я не зашел туда, я был перед воротами небес. Это, вы знаете, вот эти стеклодувы, как надувают вот эти стеклы, вот такие стеклы, как такой, что свет приходил, лопал, и светом становилось. И я стою, и из небес выбегают люди. А вы знаете, вот так трудно было, вот где-то два года назад, и в течение вот этих два года, вот мы потеряли людей, они умирали. Хорошие лидеры, хорошие люди, уже в возрасте были. Им нам так жалко. И вдруг, говорит, выбегают эти люди. Еще один брат, очень молодой, его током ударил, он тоже умер. Мне говорит, Господь, почему так произошел? И говорит, они выбегают прямо оттуда, такие они красивые были. Меня обняли и сказали, мы здесь информированы, что происходит. Сейчас они знают, что здесь происходит, люди. Мы информированы, что здесь происходит. Как у нас идет ячейки, давайте, продолжайте, продолжайте обязательно. И слышу, говорит, голос Бога, я его не видел, но слышал. Если ты зайдешь сюда, никогда отсюда не видишь. Но тебя там ожидают. И они, знаете, что сказали? Мы слышали, что из Армении слово жизни, человек, пастор идет. Мы все бежали встречать. Мы думали, кто это идет туда? Говорит, наши все бегут. Но мы опередили их. И он говорит, я иду назад. И говорю, я видел, как я далеко-далеко, и вдруг оказался теле. Вот это небеса. Это небеса, аллилуйя. Мы пришли в церковь, чтобы вечно жить. Знаете, Господь за кого придет? За свою невесту. Господь придет свою церковь взять на небо, и я буду в церкви. Знаете, где место ожидания? В церкви. История в этом не заканчивается. Знаете, есть импровизация. Представляете, этот человек просыпается, избитый все, и его лечили. Говорит, у меня нет денег. Говорит, да не волнуйся, за тебя все заплатили. Да еще я слабо себя чувствую. Да ничего, живи сколько хочешь. Он придет до плоти. Я знаете, что верю? Это не теология, но я так верю, что разбойники далеко не ушли, и скоро священники Левит тоже были ограблены. Раз они там живут. И может быть, он смотрит священника или Левита рядом. Между прочим, однажды я попал в такую ситуацию. Ночью у нас была съемка, мы должны программу снимать, и я ехал на машине, у меня была программа, вот, добрый самарянин, вот именно вот эта часть проповедь, я должен проповедь по телевидению, час ночи. И я еду на съемку, мне позвонили из студии, говорят, все, готово, пастор приезжает. Я еду, и смотрю, возле дороги человек валяется. Ну, так голову поднял, я увидел, что пьяные человеки, и уехал туда, и так сел, на программу пришел, и такой говорю, и вы знаете, священник прошел мимо. Священник прошел мимо. И я увидел, что я это священник. Человек валяется, а я на программу. Говорю, ребята, извините, стоп-кадр, я пошел. Говорит, куда ты, пастор? Говорю, я мимо прошел. И я поехал, этот человек пьяный был, там еще он поднял голову, что-то пел, что-то я его, мы его взяли, домой увезли, потом пришел, и говорю, вот теперь смело я могу сказать, что священник прошел мимо, но это мне не касается. и священник говорит, и священник говорит, значит, я мимо прошел, но кто тебе помог? Это самарянин. И потом левит, какой-то самарянин. Сегодня самарянин у вас в городе, помогает людей. Мы должны прийти туда, где есть самарянин. Самарянин все еще людей сюда привозит. И ведь знаете что? Если этот человек хотел бы поблагодарить, где он ожидал бы самарянина? Как вы думаете, самарянин сказал, куда вернусь? Туда доплатить. Если он хотел бы поблагодарить, именно вот там он и подождал бы. Дорогая церковь, Господь вас привез в церковь. Скажи, слава Богу за церковь. Аллилуйя. Давайте встанемся. Аллилуйя. Группа прославления, проходите. Слава Господу. Павел пишет Тимофею. Последнее место читает. Если замедлю, ты знаешь, как должен поступить в Доме Божьем, который есть в церковь живого Бога, столб утверждений и истины. Первая Тимофея написана. Столб утверждений и истины. Сегодня все люди ищут истину, но Писание говорит, это есть истина. Место, где мы можем найти истина, это есть церковь живого Бога. Ты скажешь, только наша церковь это, да нет, люди, где проповедуется Отец, Сын и Дух Святой. Где проповедуется Отец, Сын, Дух Святой. Это есть церковь живого Бога. Где слава поднимают его, это есть церковь живого Бога. Теперь, кто хочет, чтобы я его благословлял? Держите ваши руки. Отец, я благословляю каждого человека здесь. Во имя Отца, Сына, Духа Святого, Господь. Как мои деревья, Господь, дали плоды. Вот этим благословением я их благословляю, чтобы вы принесли много плодов в течение этого года, Господь. Никакой мороз ничего не смог поразить их, Господь. Во имя Иисуса Христа говорю, благословление Авраам, Исаак и Якова. Благословляем, Отец, каждого человека здесь, кто находится. Благословляем их жизнь, Господь. Ихни семью, ихни дом, Господь, ихни город. Благословляем, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Амин. Аминь. И в конце. И в конце. Каждый из нас бывает вечерей. Мы в церкви принимаем вечерей. Мы берем вино. Это есть завет в крови, что мы с Христом. А вы знаете, что такое тело, когда вот хлеб ломаешь? Это есть церковь. Ты заключаешь, утверждаешь завет, что Господь, я буду с тобой в твоем церкви. Если человек обходит церковь, я не знаю, как он будет этот хлеб кушать. Как он будет думать о деле. Давайте будем в церкви среди братьев и сестер. Аллилуйя. И вы знаете, чуть потише, я закончу ту миссию, которую сначала сказал слово Екклесия. Иисус не придумал это слово. Это было греческое слово. Знаете, в Греции было тогда вот древняя Греция, Агрополи были. Это были шопинг-центры на горе, где люди приходили, покупали вещи и говорили речи. Ну что, кто хочет, то и говорит. Кто-то про курицу, говорит про курицу. Кто-то философия, философия. Но это было свободно место, где можно речь произнести. И, ну это типа похоже на интернет. что каждый, что хочет, то и будет делать. Но когда говорили, что Екклесия собирается, знаете, что это было? Что ты, все знали, если они идут к Екклесию, они тут будут говорить одну тему про одного человека. И когда Иисус сказал, я создам мою Екклесию, значит, церковь собирается все еще говорить о нем и о Царстве Божьем. Халлелуя! Так много сегодня критики. Критикуют церковь, критикуют пастор. Я читаю, пасторы такие, пасторы такие. Да и сам пастор. Думаю, были бы на их месте. Да, есть люди, которые неправильно поступают. Есть такие люди. Ну давайте критиковать всех, посмотрим, что получится. И думаю, вот, дорогой брат, он обещал, что их служение будет как сыновья Ноя. Не то, что на году открывали, а вот назад шли и на году закрывали. Знаете, сегодня, если пастор ошибается, если церковь ошибается, что мы делаем? Сразу пишем в интернете, вау, у нас ошибка церкви. Или мы идем и закрываем на году церкви. на году служителей. Нечего этого мира показать, как мы падаем, как мы поднимаемся, потому что Господь лечит нас. Господь поднимает. Пришло время, новое время для церкви. Святая церковь, правильная церковь. И знаете, церковь, если брат ошибся, я стану перед братом, пока он просто поднимется. Если сестра ошибается, я стану. Если я ошибаюсь, он станет семисвечник. Знаете, семисвечник, это когда масло заканчивается у одного, а другой все еще горит. У третьего масло заканчивается, а четвертый еще горит. Потом первый священник приходит, и масло наливает, и все они опять начинают гореть. Вот это есть символ церкви. Аллилуйя! Мы будем закрывать на году наши церкви. Мы будем закрывать на году служителей. Мы будем закрывать на году наших братьев и сестер, потому что это есть живая церковь, и врата ада не сможет преодолеть живую церковь во имя Отца, Сына, Духа Святого. Аллилуйя!